Дорогие мои, я всех приветствую на моем уютном канале. Хочу сегодня поговорить с вами о винтажных предметах, о тех предметах, которые могут прийти в ваш дом. Кажется, да, сегодня мы видим и в интерьерах современных магазинов винтаж. Часто он стал попадаться мне в интерьерах кафе. Очень удачно, кстати, вписывается. Ну и даже современные художники, вот, например, перед вами инсталляция немецкого художника Ансель Моррелли, тоже используют вторично винтаж в своих инсталляциях. Нашу квартиру с характером, такую необычную, я, например, не представляю абсолютно без винтажных предметов. Кто-то может со мной не согласиться, кому-то покажется это чересчур, перебор, но именно это и отражает характер нашей семьи, которая живет в этой квартире. Итак, давайте поговорим о тех предметах, которые стоит взять в свой дом. И ведь часто эти предметы могут прийти как с каких-то блошинок, винтажных рынков, магазинов, так и, например, от наших родственников. Вот покажу вам пример. Эти два предмета, ваза, я бы ее характеризовала как некий китч. И второй предмет, это конфетница. Сейчас я вам покажу ее чуть ближе, но с вазой, конечно, все здесь неоднозначно. Вы видите, здесь характерный такой деревенский декор, и, скорее всего, такая ваза подойдет в немногие интерьеры. А вот зато конфетница, она прям на острие сегодняшнего времени. Прозрачное стекло, три маленькие ножки, к тому же можно ее использовать и как фруктовницу, конфетницу, как подставку для украшений. И вот именно такие предметы подходят во многие интерьеры. Поэтому я очень советую присматриваться к многофункциональным предметам. И в этом плане очень интересной является винтажная прикроватная тумба, или вообще любая небольшая тумба. На этой фотографии мы видим апартаменты из известного сериала «Апартаменты Кэри Брэдшоу». Кстати, их воссоздали Airbnb совместно с Сарой Джессикой Паркер. И вот как раз слева мы видим такую прикроватную тумбу, а справа это стул, который выполняет роль прикроватной тумбы. Квартира эта очень милая, уютная, такая девчачья, но в то же время есть очень много интересных деталей интерьера. При этом очень дозированно использован винтаж. Тумба, которую я вам совсем недавно показывала в интерьере спальной комнаты, вот именно она может задать тон в любом помещении. И, кстати, очень удобно ее перемещать по квартире. Мне кто-то писал, да, покрасьте кровать по цвет тумбы, но этого делать абсолютно необязательно. Со временем ее можно переставить практически в любую комнату в этой квартире, будь то гостиная или ванная комната, даже, возможно, коридор, она на высоких ножках. И это делает возможным ее использование абсолютно в любом помещении. Если вы только лишь планируете внедрить винтаж в свой интерьер, начните с какого-то одного предмета, например, настольная лампа винтажная, попробуйте ее попереставлять опять же в разные помещения. Это может быть один предмет на кухне или вовсе какой-то декоративный предмет типа ваза. Ну а если планируете начать с мебели, то это, конечно же, стул. Один стул винтажный плюс три современных стула, и это будет уже абсолютно другой интерьер. А сейчас расскажу о том, что пришло в мой дом совсем недавно. Это память о Мишиной прабабушке, Алешиной бабушке. Хотя не пластиковые, но это советский качественный пластик. И в дальнейшем их планирую, скорее всего, немного перекрасить, поскольку от времени краска на них, конечно же, повредилась. Следующее, что пришло в нашу семью, винтажный кофейник. Это фарфор из ГДР. И вот так можно его использовать абсолютно неожиданно, но как подставка для кухонных приспособлений. Кстати, они у меня тоже винтажные и из латуни. И сейчас вам покажу клеймо. Написано, видите, по-русски, потому что этот фарфор, он делался для Советского Союза, по-моему, в 85-м или 86-м году он появился. Из этого же завода. Это сервиз, который называется Мадонна. Возможно, я что-то путаю. Поправьте меня здесь в комментарии. Ну и, конечно, такой кофейник можно использовать как графин, да, под воду. Поставьте рядом с ней тоже винтажную, например, фужер. У меня это такая креманка, которая тоже мне досталась по наследству от Лешиной бабушки. Она всего одна, и именно поэтому я ее и забрала. Креманки обычно используются комплектом, а здесь я просто его буду использовать как такой индивидуальный стакан для воды. И вот то, с чего я начинаю свое каждое утро, это обычно стакан воды. Бодрящий массаж, я делаю его скребком гуаша. Часто это массаж по голове, массаж лица. Это время я еще выпиваю стакан воды. Это та привычка, которую я внедрила в свой ежедневный рацион. Еще один тоже графинчик. Это графинчик сделан под муранское стекло, но, как я поняла, он также советского производства. И вот иногда я чередую. То ставлю этот графинчик с синим фужером. У меня, кстати, этот фужер с Блошинки из Греции. Он появился тоже не так давно у нас в семье. И мне кажется, они вот вместе отличную пару составляют. И в стакан, либо в графинчик на литр воды я капаю масло лимона. Это мне дает заряд бодрости на целый день. Для иммунитета очень полезно. И вообще масло лимона очень много свойств. Я сейчас знакомлюсь с миром эфирных масел. И чуть позже, когда более детально изучу этот вопрос, химизм этого процесса, то познакомлю, возможно, своих зрителей, если вам будет интересно, как-нибудь в следующих видео. Это графин. Поскольку, вот видите, в нем сочетается несколько цветов. Будет и в качестве вазы тоже отлично смотреться. Я даже в детскую комнату его ставила. Посмотрите, вот как темно-синий цвет сочетается и с зеленым, и с серым, и с желтым. Я очень люблю такие предметы, которые многофункциональные. И я честно вам признаюсь, я очень рада, что вот этот предмет, он оказался в нашем доме. И теперь он и Миша будет напоминать о прабабушке. Ей, кстати, было уже больше 90 лет. Совсем недавно она, к сожалению, от нас ушла. И вот перед своей смертью она говорила, выберите какие-то вещи, заберите их домой. Те вещи, которые я выбрала для себя, это то, что я вам показываю в этом видео. Еще один комплект тарелок, которые Лешина прабабушка нам подарила еще, когда мы жили в прошлой квартире. Это сервиз. Написано, сделано в Японии. Но это настолько качественные тарелки, настолько качественная роспись. И я их даже в посудомойке мою, с ними все отлично. Даже самые простые блюда, например, на завтрак очень часто я готовлю овсяную кашу со сливочным маслом. И Миша ее очень любит. И вообще в нашей семье овсяную кашу мы очень любим. И, например, свекла. Как заставить ребенка или мужчину съесть свеклу? Очень простой способ. Подайте на красивой тарелке, посыпьте кунжутом, полейте вкусным маслом. И можно немного, чуть подсолить. Отличная такая закуска, очень легкая и очень, самое главное, полезная. В заключение хочу немножко сказать, что действительно можно купить вещи и на блошиных рынках. Это могут быть вещи, которыми пользовались чужие люди. Я ничего плохого абсолютно в этом не вижу, если у вещей есть энергетика какая-то от других людей. Ведь, попадая в новый дом, они приобретают энергетику той семьи, в которую они попали. Но если что-то оказывается в вашем доме, что нежно и бережно хранилось близким родственникам, особенно когда его уже нет в этом мире, вот эти вещи, они способны абсолютно другим смыслом наполнить пространство. Вот сейчас показываю вам эти креманки, которые мне достались в наследство от моей бабушки и проигрыватели от моего дедушки. Для нашего будущего поколения нет ничего лучше, чем такими вещами показывать нашу связь с прошлыми поколениями. Мне кажется, это очень важно. И отлично, когда эту связь мы еще показываем с помощью книг, которые удалось сохранить тоже от наших ушедших родственников. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть ли у вас такие предметы. Возможно, вы не знаете, как их можно интегрировать в современный интерьер, и мы обязательно найдем ответ на ваш вопрос. А сейчас небольшое отступление, и буду завершать свое видео небольшой экскурсией, которую мы недавно сами для себя организовали. Абсолютно неожиданно мы искали какое-то необычное место в Москве и оказались в усадьбе Троицы Лыкова. Это единственное сохранившееся село, внимание, село на территории Москвы, если вы ищете что-то необычное. Хотите провести день, например, вместе со своей семьей или с друзьями? Обязательно отправьтесь в это место. И вот как итогом, как завершением этой прогулки была чудесная радуга, на которой я загадала желание. Мы прогулялись по храмовому комплексу, и здесь очень вкусная трапезная, где мы пообедали. И потом еще прошлись и по самой деревне, посмотрели на старую русскую архитектуру. И всех, конечно, благодарю за то, что пришли на мой канал. Всех жду вас снова. Пока!